МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам от 18 до 60? Вы замужем или в поисках прекрасного принца? Это не имеет значения. Ведь вы знаете одно, что вы хотите, и можете стать идеальной. А лучшие преподаватели города обучат вас, как стать королевой в гостях, хозяйкой на кухне и куртизанкой в любви. Примите участие в реалит-конкурсе «Идеальная женщина» на телеканале М-Телевижн и станьте обладательницей короны и путевки в Швецию и Финляндию. «Идеальная женщина» – увлекательный проект для девушек, которые стремятся научиться чему-то новому и, безусловно, интересному. Участница в течение проекта обучается различным навыкам и знаниям. Вы можете присоединиться к телепроекту в любое время. Все справки по телефону 272 55 55, либо 8 917 369 99 99. Девочки стараются, девочки пытаются готовить лучше. Я думаю, мужчины их, в принципе, оценили, а мы будем оценивать чуть позже. Но сегодня в ресторане 007 девочки продолжат учиться готовить. Смотрим. Здравствуйте. Ну, по-сердски скажете, здраво. Здраво? Здраво. Здраво! Будем готовить тирамису. Тирамису. Тирамису можно готовить на, я не знаю, наверное, там 150-200 видов технологии приготовления. Ну, на самом деле, он само и просто и просто, знаете, и само и вкусно. Это итальянский десерт, практически национальный итальянский десерт, который принят в целом мире. Все пользуются с этим десертом. Поретом, что он лёгкий для приготовления и само и вкусно. Савоиарди печенье, который замачиваемо в кофе, либо в риме, либо в варьоне, либо в эспресо, без разницы. Должен быть кофе, сахар, белис, я вам говорила. Многие пользуются коньяком, но с белисом гораздо лучше вкус, получается, тирамису крема. Начиняйте готовите, ладно? Да. Значит, водичку для растворения кофе. Немножко там, да? Добавим и немножко сахара. Да, это просто на что вкусно. Чуть-чуть перемешиваем, да, с сахаром. Все кофе сделали, сливки пол литра. Если у вас маскарпоне от пол килограма, да, 500 грамм, так да берете 500 грамм сливки. Если маскарпоне 250 грамм, берете 250 грамм сливки. Один к одному, да. Маскарпоне, когда покупаете, ну как, его нужно сразу, више из магазина, сразу попробовать. Может быть по этому, что оно очень жирнее, что оно уже все. Испортилось, знаете. Будет неприятный запах и невозможно кушать, невозможно пользоваться с ним. Так же, как и прошлый раз для этого, для парфеа, значит, 200 грамм сахара я кладу. В третью миску кладуем маскарпоне, потом, у маскарпоне добавим бейлис. Значит, не больше 30 грамм. Поняли, да. Добавлю ванильный сахар, тоже уедет в сливки. И все, начиняем взбивать сливки. Чтобы это движение миксера не было очень большое, там скорость маленькая, чтобы сахар начал раствораться, да. Сливки холодные. Не чувствуете больше сахара под миксером, тогда на большую скорость, да. То же самое взбиваемо, как и прошлый раз. Чтобы там, когда двигаете миксер, чтобы там, ну просто шаги от миксера остались в сливках. Значит, он уже готовит, взбитый. Значит, сливки взбиты. Дальше взбиваем маскарпоне, сыр вместе с бейлисом, да. Сначала разбиваем чуть-чуть так маскарпоне. Потом на маленькой скорости. Чтобы он перемешивался там с бейлисом. Ну, чтобы присоединиться. Ну, как видите, он уже присоединился, да. Все это готово. И это все перемешиваем вместе в большую миску. И бейлис избитый сливки. Все еще раз перемешиваем. Конечно, миксером само удобно. Чтобы все присоединило с друг с другом. Прошу вас сейчас, это, возьмите ложки и попробуйте, как должен быть вкусный настоящий крем. Вот так, девушки. Наполним кандидорский мешок с кремом. Значит, что есть у вас дома, с этим пользуетеся. Не надо покупать ничего профессионального, конечно. Абсолютно ничего профессионального не надо покупать. Печенье можно купить магазином, окей. Печенье, которое делается из белка и сахара. Конечно, там есть и ванильный сахар, там немного, очень маленький процент еды муки. Это трудно дома делать, как очень много времени занимаетесь. Поэтому я вам не рекомендую. Чтобы было все нормально, да, сначала надо положить эту печеньку вниз. Значит, замачиваем в кофе. Не долго. В этом случае, вы кладите вам крем. Конечно, вы дома не обязательно должны делать в стакане. Каждый тирамису заканчивается с кокаом. Знаете, да? Он должен быть покрыт полностью с кокаом. Там как украшение, просто я думаю, все будет лишнее. Ну, я сделал, уже знаете, шарик из карамеля. Я буду просто кладывать шарик из карамеля. Значит, приятного аппетита, девушки. Спасибо. Здравь, Калалич. Шеф-повар ресторана 007. Работал в ресторане Рика Эпаулор в Италии, на гранолыжном курорте Штефан в Швейцарии, небеской столице в городе Капаоник и ресторан-гороскоп в Белгороде. С 2008 года приехал в Россию. Ресторан 007. Тихое, уютное место с оригинальным дизайном, европейская авторская кухня и внимательный персонал. Даже самый притязательный любитель вкусно поесть найдет в меню ресторана блюда и напитки на свой вкус. А фирменные блюда из мяса и рыбы на компанию позволят попробовать гурманам несколько блюд. Улица Менделеева, 219, телефон 248-5464. Улица Менделеева, 219, телефон 248-5464. Удивите мужчину на кухне, тогда он удивит вас в спальне. Впервые в Уфе кулинарные курсы от известного европейского шеф-повара Здравка. Для всех желающих справки по телефону 248-5464. О, мы сегодня готовили потрясающий десерт тирамису. Мне очень все понравилось, я всегда мечтала узнать, как на кухне готовить мороженое. Всем привет, меня зовут Диана. Мне 26 лет. Я работаю в крупной газовой компании инженером-плогистом. Моим любимым увлечением является жизнь. Нет лучшего способа, чтобы передать всю красоту окружающего мира. Еще я люблю танцевать, занимаюсь йогой, великолепно готова, чем очень рада своего мужа. И вообще, свободное время стараюсь проводить с пользой. Цель моего прихода на проект – это раскрыть весь свой потенциал, заложенный природой, приумножить его. И показать всем, что я идеальная женщина. В детстве девочке, чтобы стать безумно красивой, достаточно было одеть на голову бант. Но возраст берет свое, время идет, и у девчонок новые игрушки, туши, помада. Давайте посмотрим, как наши участницы учатся ими правильно пользоваться у нашего визажиста Инны Усмановой. Здравствуйте, меня зовут Инна Усманова, у меня своя студия макияжа. И сегодня мы с девчонками будем проходить тему «Макияж для фото и видео». Девочки, вы очень часто мелькаете в кадре. Это особый вид макияжа, потому что на фотографии изображение становится более плоским. На фотографии, на видео, там специальные вспышки, софиты. И вот все наши объемы, они куда-то теряются. Поэтому мы должны будем подчеркнуть с помощью специальных средств, ну, допустим, скулы, да, или кому-то носик нужно подчеркнуть. Или сделать коррекцию лица. То есть, если у нас лицо не вписывается в понятие идеального, да, вот, мы его доводим до совершенства. Считается идеальным овалом лица – это овальное лицо. Смотрите, пропорции, значит, 2 к 3. То есть, по ширине 2 части, да, по высоте 3 части. Вот эти вот 3 части, расстояние от начала линии роста волос до бровей, от бровей до кончика носа, от кончика носа до подбородка, примерно должно быть одинаковое, да. Если что-то у нас выходит за рамки, мы это должны скорректировать. Ну, вот посмотрите на меня, например, да, у меня высокий лоб. Я всегда раньше носила челку. Я затемняю каждый раз вот здесь вот шейдингом, затемняю скульптором. Каким образом мы можем скорректировать форму лица? С помощью корректора светлого и темного, да. То есть, мы знаем, что темные оттенки, они уменьшают, отдаляют, да, сужают также. Субтитры делал DimaTorzok Шейдинг располагается, да, по какому направлению. От центра уха до уголка рта. Вот это вот классическая линия шейдинга, да. Вот. Возможно, уводить как-то более, ну, чуть выше уголка или чуть ниже. Все зависит от формы лица. Ну, вот как бы стандартно это вот по такому, по такой траектории. КОНЕЦ Итак, девчонки, мы сегодня с вами разобрали макияж для фото, для видео. Да, это вам очень пригодится, я считаю. Узнали, как сделать цветной переливающийся смоки с цветами хамелеонами. На следующее занятие приносите свою косметику. Будем экспериментировать прямо на уроке. До свидания. Я консерватор в этом отношении, предпочитаю более носибельные цвета. Для ежедневного такого макияжа это коричневые, нейтральные, бежевые оттенки. И сегодня я впервые на себе увидела зеленый оттенок, такой хамелеон. И почему-то я раньше думала, что этот оттенок мне не идет. Сейчас я поняла, что очень даже хорошо. Инна Усманова – визажист, стилист, мастер боди-арта, преподаватель по макияжу, владелица собственной студии. Инна – профессионал индустрии красоты, активная участница различных специализированных выставок и форумов, победительница ежегодного городского конкурса «Золотой гребень». Партнеры проекта «Идеальная женщина». Корсет «Ваш секрет», семейный клуб «Любящие сердца», оздоровительный комплекс «Райский берег», центр вумбилдинга «Лилии Коллеговой», ресторан 007, центр омоложения Алены Комаровой, визажист Инна Усманова, танцевальная мастерская «Точка», стоматология «Армдент», турфирма «Каравелла», студия красоты Анастасии Сведенцовой, «Велнос Слим Клаб», психологи Маргарита Яковлева и Гузель Магизова, школа иностранных языков «World for You», бильярдный клуб «Соло», бутик одежды номер 7, «Медикал-онгрупп Уфа». Смотрите сразу после короткой рекламы. Те жалобы, которые у вас, они все будут устранены.